Здравствуйте, дорогие друзья, это проект Бизнес-Номады, с вами Марат Ижанов, Серик Акишев. Где бы вы нас не слушали или смотрели, обязательно подпишитесь, обязательно комментируйте, потому что нам очень важно комьюнити Бизнес-Номадов и нашей аудитории, нетворкинг самый настоящий, который может привести и уже приводит к каким-то практическим результатам. Тема сегодня очень интересная о мечтах. Несколько нетипичное название для нашего проекта про мечты. Почему? Слушай, она не просто, я не знаю, что может быть больше, чем мечты в этой жизни. Она наоборот очень про нас, да? Да, она очень про нас. Мы в прошлый раз, помнишь, говорили про цели, стратегию, план-задачи. Тогда я специально это оставил, потому что мечты это немножко отдельно. Мечты это за пределами практики, за пределами вообще всего. Это такое понятие. Первый момент, чем мечты отличаются от чего-либо другого. Они ничем не ограничены. Ты можешь мечтать о чему угодно. Давай, можешь до секунды сразу конкретный кейс. Когда ты меня тогда спросил, какая у тебя цель, я там что-то начал мямлить. А сейчас я могу тебе сказать, у меня цель заработать миллиард долларов. Но это не мечта, или это... Нет, не мечта. Мечта это что-то такое слабоуполнимое, непрактичное, можно сказать. То есть оторванное от всего. Почему? Давай очень быстро про такую штуку. Пусть она будет философская, ничего страшного, да? У человека есть три таких облака, три круга знаний. Первый круг – это то, что он знает. Изучал там когда-то в школе, он считает, что он знает. Второй круг – это то, что он не знает, но он знает, что это существует. И он знает, что он этого не знает. Ну, там, я, например, не очень знаю квантовую физику. Но я знаю, что оно существует. И третий круг – то, что человек не знает, что оно существует. Он не знает, что этого не знает. Он не знает о сути, что такое явление вообще есть. И если ты находишься все время, во-первых, ты все время находишься в первом кругу, то, что ты знаешь. Второй круг у тебя позволяет немножко развиваться. А третий круг это и есть мечты. То есть это то, что за пределами позволяет тебе выйти из себя, из твоего пузыря мышления. Понятно или не очень? Это очень понятно. И можно ли я сегодня буду таким адвокатом практиков, с твоего позволения, чтобы у нас все-таки какой-то определенный антагонизм. Я думаю, это интересно будет нашим зрителям. Хотя я на самом деле тот еще мечтатель и романтик. Но ведь в итоге эти мечты приводят, не знаю, к улучшению жизни всего человечества или конкретно тебя и твоей семьи. Вообще они ко всему приводят. То есть помнишь фильм «Курьер»? Да. И там было. Ты о чем мечтаешь? Я хочу пальто купить. На тебе пальто, мечтай о чем-нибудь великом. То есть вот это, о чем речь. Так как это не обязательно реализовывать, так как ты не обязан даже никому рассказывать об этом. Это просто возможность тебе начать мыслить шире. У меня есть мечта, она мне позволяет мыслить шире. Она не связана с миллиардом долларов. Но что важно, тот самый ярд, он там как раз, так сказать, сопутствующий плюс. Да, мы об этом поговорим, насчет денег в этом контексте. Но на самом деле деньги – это и не мечты, и не цели. Это отдельно у нас будет тема. А может ли мой партнер по проекту «Бизнес на мат» и соведущий, друг и товарищ Марат Ижанов сказать о своей мечте? Или это что-то закрытое? Ну, вообще у меня, как это, мои мысли открыты. Мои помыслы чисты. Поэтому я хочу… Одна из моих, так сказать, мечт, их несколько. Они такие свободно не привязаны. Я хочу сделать мир лучше через то, что те продукты, которые и бренды, которыми я буду заниматься, их будет знать и пользоваться миллиарды людей во всем мире. Здорово, звучит прекрасно. Они будут делать мир лучше. Да, но это на самом деле уже не мечты, а ближе к целям. Потому что сначала… Для чего вообще? Для чего мечты? Да, большой вопрос. Давай. Для чего мечтать? Может быть, с этого и надо было начать сегодняшний выпуск вообще. Для чего мечты, а не… Как мы его там назвали? Секунду… Просто мечты. Да, про мечты. Про мечты. Для чего мечты? Для чего мечты? Для чего мечты? Вот для этого. То есть ты не можешь построить цели до того, как ты не расширил свой горизонт. То есть ты, грубо говоря, для того, чтобы… Помнишь, мы метафору приводили, что мы не… Что цель – это гора. Вот. Ты не можешь, скажем так, правильно выбрать цель, пока ты не понимаешь, что горы существуют. А для этого тебе надо помечтать. То есть ты, когда начинаешь мечтать, что ты полетишь на Марс, у тебя возникает другое мышление. Ты понимаешь, что есть космические корабли, и начинаешь в этом направлении думать, у тебя появляется соответствующая цель. Мы, опять же, возвращаемся к амбициям, к высоким большим целям и так далее. Это нужная вещь не только в бизнесе, это в стартапах вообще принципиальная штука, да? То есть мы говорили, что абициозность. Вот. Но чтобы эту выбрать цель, нужно немножко помечтать. То есть вот эту палитру всю схватить и еще эмоции ощутить. Я совершенно верно, только что хотел сказать именно об этом. Очень важный психологический момент, связанный с мечтанием. Это наш внутренний ребенок. Он, его, с ним нужно держать связь. Потому что, ну, мы мужчины, поэтому, скажу, там, внутренний мальчишка, который, там, я не знаю, мечтал стать д'Артаньяном, рыцарем и покорять какие-то неизведанные земли, это вот где-то там лежит в основе. И это очень правильно, это очень полезно, черт побери, не только для психического, но и для физического здоровья. Да, это на самом деле то, что в детстве, помнишь в детстве, кто как, кем мечтал быть? Я, например, актеологом мечтал быть. То есть я плавным занимался, хотел в океане, среди рыб и все. А я мечтал стать радиоведущим, когда еще и ФМ радиостанции не существовало. Это было что-то вообще, что-то невероятное, да. Это вот как раз отличие детей от нас. Мы постоянно ограничены тем, что мы можем. Вот что, опять же, мечта. Почему ее надо отпустить? Потому что, если ты, когда начинаешь сразу строить цели и так далее, ты постоянно ограничен, а это могу или я, это не могу и так далее. И тогда, получается, ты не двигаешься. Можешь ли ты своей бездонной энциклопедической памяти, в том числе посвященной бизнесу и стартапам, привести несколько конкретных примеров сейчас, так, к слету? Да вот только что я тебе сказал про Маска. Да. У него была мечта полететь на Марс, и она так или иначе реализуется. Потом цель. То есть до этого мы не знаем, но, возможно, у него еще там разные были мечты. И, скорее всего, их может быть много и так далее. То есть ты этим сам становишься другим человеком. Я предлагаю на этом закончить сегодняшний выпуск или еще что добавить? Ты хотел что-то практического, да? Получилось такое, такое очень теоретическое. Про практическое я могу сейчас короткое резюме, с твоего позволения, подвести. И пока я буду подводить, может быть, еще дополнительные важные оттенки появятся. Дорогие друзья, почему этот выпуск называется про мечты? Потому что для чего мечты, с вашего позволения, я сегодня практик. Мечты для того, чтобы открыть совершенно неизведанные горизонты. Раз, во внешнем мире и в самом себе. И тогда это даст вам силы для того, чтобы поставить перед собой более высокие амбициозные цели, которые, в свою очередь, приводят, без простых вещей, к максимальному улучшению вашего качества жизни, черт возьми. Ну да, так это и работает. То есть ты просто не можешь выбрать цель, пока ты не помечтал. То есть твой переход из успешных бизнесов и стартапов, мы об этом говорили в одном из выпусков, у Марата прям, не знаю, год он занимался тем, что изничтожал в себе бизнесмена и становился диджитал-номадом и стартапером. Ты перед этим о чем-то помечтал? Да, в том-то дело, это в основном было про это. То есть вот эти амбициозные цели, цели сделать все быстро и так далее. То есть это вот как раз про первоначальное отвлечение от всего, что есть. У меня есть очень классное предложение нашим зрителям. Дорогие друзья, мы очень редко делаем это в наших выпусках, когда прям конкретно просим что-то написать в комментариях, но сегодня я это сделаю, потому что это в первую очередь полезно для вас. Не торопитесь, подумайте. Напишите одну, две, три свои мечты. Мы будем очень рады их почитать, и я уверен, что это домашнее задание поможет вам в первую очередь. Я прав? Вы абсолютно. Это были бизнес-номады, Марат Ижанов, я, Сирий Кайкишев. Подписывайтесь на нас, лайкайте, репостите, потому что чем больше будет таких, как мы, тем лучше будет, я бы даже сказал, в этой планете, как бы амбициозно это ни звучало. До свидания. Неизбежно. Пока. Пока. Подписывайтесь на наш канал.